МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей, Лена, Дамир, Настя и, конечно же, Дмитрий тоже пришел. Сегодня наша зарядка пойдет под девизом «Танцы, танцы и еще раз танцы». Может быть, вы думаете, что танцы – это не спорт? Друзья мои, попробуйте-ка 10 минут потанцевать в какой-нибудь танец в стиле латино, и вы поймете, что это тяжелый и изнурительный вид спорта. Кстати, кто-нибудь из вас умеет танцевать? Ча-ча-ча. Лен, умеешь танцевать ча-ча? Давай попробуем с тобой вместе. Давайте все попробуем вместе потанцевать ча-ча-ча, как мы его себе представляем. Давайте. Вот мне больше всего понравилось, как Андрей танцевал. Вот. Ну, честно скажу, не у всех хорошо получается, даже у меня. Поэтому сегодня в студию я пригласил многократного чемпиона России по латиноамериканским танцам Дениса Кузнецова. Ура! Ура! Денис Кузнецов начал танцевать в 8 лет, а в 16 уже был чемпионом России по латиноамериканским танцам. Кстати, это был первый рекорд Дениса. Он стал самым юным победителем за всю историю турнира. Потом было много достижений. В паре с Марией Цабдашвили он многократно добивался звания чемпиона России. Несколько раз выступал в финале чемпионатов мира и Европы. Победитель и призер многих открытых чемпионатов. Самый любимый танец Дениса – самбо. Денис, здравствуйте. Знакомьтесь, юные спортсмены. Юные спортсмены, знакомьтесь, Денис. Итак, сегодня у нас зарядка такая танцевальная. В каком стиле мы ее проведем? В стиле Чичича сегодня мы ее проведем. Отлично. А с такой бодрой командой мы это делаем, я думаю, очень живо и весело. Начнем, естественно, мы с разминки. Точно. Да, первое упражнение наше разминки каково? Ну, без разминки никуда. И от того, как мы делаем разминку, будет зависеть, потом будем мы танцевать хорошо или мы вообще танцевать не сможем. Поэтому первое упражнение наше будет… Начнем с простого. Давайте начнем с кистей. Поставьте вот так просто руки вперед. Ноги оставьте так на шее плеч. Очень важно, если вы хотите танцевать хорошо, чтобы вы соблюдали осану. То есть, может быть, в другом виде вы можете встать как-то расслабленно. В танцах очень важно хорошо выглядеть. Поэтому центр внутрь себя, то есть живот, голова стоит ровно, да. И дальше кисти. Делаем вращательные движения. Да, в одну сторону. Хорошо. Теперь в другую сторону. Да. Видите, как главный делает все это Денис? Да. Потому что потом это станут ваши танцевальные движения. Со временем. Пока это просто у вас упражнение, а потом это будет танец. Вот. Вот смотри, смотри, как Денис. Видишь, у него очень плавно идет. Плавно идет. Очень плавно и медленно. Потом это будет с кистями. Очень плавно и медленно, чтобы мы разминали все это хорошо. Дальше мы переходим на локти. То есть мы ставим, давайте, локти в сторону так вот. Ставим так, чтобы никого не зашибить. В одну сторону. Опять же, осанка, да, осанка. Давайте. То есть вращаем в локтевом суставе, да? Очень важно, чтобы ваши локти находились в неподвижном состоянии, а руки сделали вот эти круговые движения. Да, очень все просто. Опять же, мы разминаем ваш локтевой сустав, да? Делаем. Да. Давай, давай. Все ровно, да? Голова смотрит прямо. Да, делаем. Вот. В одну сторону и в другую сторону. Хорошо. Мы разминаем дальше плечевой сустав. Да? Назад. То есть поднимаем вверх плечи и назад. Вращательные движения, да? Раз. Да? Вот. Теперь в другую сторону. Три. И еще раз назад. Самая главная дисциплина танца – это подобрать животное. А танцор должен выглядеть красиво. Он должен быть такой супермен, супервумен. А для этого любой супермен, супервумен может стать вот так. И уже не супермен, и уже не супервумен. Уже такой цыпленок табака, да? Уже вообще непонятно, что. Хорошо. Давайте переходить к основному комплексу наших упражнений. С чего мы начнем? Первое движение будет во многом сконцентрировано в голове. Ну, а назовем его там ключевым словом «волна». Начинаем движение с головы. В движении головы сначала идет волна в одну сторону, потом волна идет в другую сторону. Потом волна идет, опять, допустим, налево, потом идет, допустим, направо, да? И волна, и волна. Глава, лево, тело влево, право, право. И раз, два, вправо. Еще раз. Раз, два, раз, два. Денис, по-моему, очень хорошо у нас получилось. Блестяще. Блестяще? Блестяще. Отлично. Давайте переходим к следующему упражнению. Делаем следующим образом. Следующее упражнение. Ноги поставим на ширине плеч, руки ставим на бедра, голова прямо, корпус ровный. Теперь смотрите. Вращаем одно бедро, правое, да, вокруг, потом левое бедро, правое бедро, левое бедро. Когда вы это будете вращать, у вас должен получиться рисунок восьмерки, да? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь коротко, как его делать правильно. Старайтесь успокоить плечи, чтобы они не вращались лет за бедрами. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Получается? Очень хорошо. Получается. По-моему, замечательно. И последнее упражнение, которое я хочу вам показать. А это мы закончили, да? А это мы закончили, да. А я все делаю. А вы все делаете. Так мне понравилось. А мы все делаем. Да, да. Следующее упражнение будет более таким зажигательным, и в нем вы сможете проявить свои танцевальные уже, как бы, получаются навыки. Делаем следующим образом. Встали на правую ногу весом. Да. Правая, напоминаем, она справа. Точно. Теперь левую ногу ставим по диагонали в одну сторону. Да, вправо. Теперь возвращаемся весом. Делаем приставку. Теперь правую ногу в диагонали влево. Да. И вернулись в приставку. Фактически мы делаем шаг, приставка, шаг, приставка. Называется кьюбен брейк движение. Кьюбен брейк. Кьюбен брейк, да. Кубинский перерыв. И два и три. Буду считать не как обычно на зарядке, да, а буду считать счетом ча-ча-ча. Ча-ча, раз, два, три. Ча-ча, раз, два и три. Вправо. Ча-ча, раз, два и три. Следите за тем, чтобы корпус был ровный, да, точная приставка, да, старайтесь, чтобы не косолапить, да, выворотная приставка. Ча-ча, раз, два и три. Ча-ча, раз, два и три. Можно быстрее. Ча-ча, раз, два и три. Ча-ча, раз, два и три. Ча-ча, раз, два и три. Вот. То есть получается музыка практически. Получается музыка, да. Здорово. Здорово. Спасибо огромное, Денис. Это было последнее наше упражнение. Это было последнее упражнение. У нас осталось только закончить нашу разминку тем, что мы потянемся, делаем стретчевые движения. И восстановим дыхание. И восстановим дыхание. Отлично. Мы готовы. Итак, давайте делаем следующим образом. Это будет медленное движение. Сначала в руках. Руку вперед. Корпус ровный. Тело ровное. Теперь вот эту руку вводим назад. Ощущайте, что ваша рука растягивается в этой плоскости. И растягивается грудная клетка. После этого, когда вы вводите руку назад, почувствуйте, что происходит растяжение в корпусе. Вот. Немножко с усилием. Другую руку. И раз. В эту сторону. Очень важно, чтобы корпус сохранил эластичность, не забивался. Чтобы мышцы не находились в таком зажатом состоянии. Давайте еще раз. Вперед. Левую руку. Левую руку. Левую руку. И уводим в сторону. И сюда. И вот так немножко покачали. Покачали ручкой. Не делайте расслаблено. Ощущайте растяжение вот здесь. Вернулись. Отлично. Закончили это упражнение. Что мы делаем дальше? Еще одно сделаем упражнение. Поскольку корпус мы потянули. Он много работал. Сейчас он находится в хорошем состоянии. Теперь ноги. Делаем так. Ноги чуть шире, чем обычно. Теперь делаем следующим образом. Мы переносим вес на правую ногу. На правую ногу. В эту сторону. На правую ногу. И ощущаете, как мышцы растягиваются. Начиная от носка и заканчивая бедром. Вот чувствуете вот этот отрезок, что нога как лук натягивается. Как тетива. Как тетива лука. Теперь ровно. Теперь в другую сторону. Чувствуете натяжение туда? Да, да, да. Ровно. Это движение очень важно, потому что оно дает возможность танцору быть эластичным потом. Ровно. Раз. Два. Раз. Два. Очень важно, чтобы вы не делали это расслабленно. То есть не просто так отдыхали. А вы чувствовали эластичность в ноге. Раз. Два. Раз. Два. Как видите, ничего экстремально сложного нету. Но очень важно, чтобы вы делали это с отдачей и с удовольствием. С улыбкой на лице. Ну, мне кажется, мы сегодня действительно делали все с улыбкой на лице. Потому что у нас был сегодня замечательный тренер в студии. Денис, большое вам спасибо. Вы знаете, пока вас не было, мы пытались представить себе вообще, как ча-ча-ча танцуют. И что-то пытались изобразить, честно говоря, не очень у нас получилось. Покажите нам что-нибудь теперь в сборе. Вот после того, как мы несколько движений сделали, вот что-нибудь вместе. Хорошо. Я покажу одно из движений, которое мы танцуем на турнире. Я лично танцевал очень долгое время на турнире. Называется ронд-шоссе. Ронд-шоссе. Ронд – это круг. Шоссе – это одно из наших движений, которое вот оно является основным. Делается он следующим образом. Мы танцуем тот же шаг, что мы танцевали в кубан-брейк. Потом мы делаем такое круговое движение. И дальше через приставку делаем, переступаем на ноги. И потом делаем все то же самое. Два, три, ча-ча, раз. Два, три, ча-ча, раз. Два, три, ча-ча, раз. Танцуя это движение, можно менять характер на совершенно разный. Танцать его медленно, быстро, подбивать ноги и так далее. Здорово. Ну, продолжайся. Здорово, Денис. Это было очень красиво, честное слово. Удачи. Спасибо вам огромное. Я считаю, что мы сегодня узнали очень много нового и отлично зарядились позитивной энергией на целый день. Это была зарядка с чемпионом, сегодняшний наш тренер Денис Кузнецов, многократный чемпион России по бальным танцам, по танцам латиноамериканских. Ну, а теперь пока счастливо. До новых зарядок с чемпионом. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова